Брак, как одна из самых ярких форм партнерства, будет, конечно же, идти по седьмому дому. Пара знакомится, встречается, проходит конфетный букетный период. Это пятый дом, так как это дом солнца, дом любви и безусловности, дом безусловной любви, когда мы просто наслаждаемся друг другом. Но дальше, когда люди женятся, тут включается седьмой дом, и бывает, что после свадьбы отношения сходят на нет даже в течение первого года брака. Вот он и конфликт. Солнце, Венера, Марс, Луна и седьмой дом, когда мы встречались и наслаждались друг другом, у нас не было никаких ограничений. Ограничений седьмого дома. А седьмой дом – это всегда ограничения. Сатурн тут символически экзальтирует в канале седьмого дома, в канале весов. Когда мы переходим в роли партнеров, в роли супругов, то включается седьмой дом и может предлагать совершенно другие правила взаимодействия друг с другом, чем нам предлагал пятый дом. Седьмой дом по событийности сложнее читается, чем те же самые финансы, так как здесь всегда есть некое отражение. Например, если у вас социальная или высшая планета личностная находится в седьмом доме, то это говорит о том, что какой я в отношениях, то это тоже самое будет притягиваться в мою жизнь, то это будет проецироваться на моё партнёрство. Например, женщина говорит, как же так, я вся в делах, в заботах, тащу семью на себе, муж ничего не делает, лежит на диване, а у неё Нептун в седьмом доме. По сути дела, каждый из них, и женщина, и муж, исполняют роль Нептуна в седьмом доме. Жена в роли жертвы, а мужчина в роли лентяя, который ничего не делает. Оба отыгрывают формулу Нептун в седьмом доме, но по-разному. Я думаю, что тема сексуальности и того, что меня возбуждает буквально в другом человеке, это тема Марса. Помните, что Марс и Венера по своим эссенциям противостоят? Это палка о двух концах. Поэтому Венера — это сама модель отношений и партнёрства, а тема сексуальности — это всегда Марс, причём и в женской, и в мужской картах. Венера — это такая очень меркантильная, достаточно меркантильная по своей природе, по мифологии. По своей природе в партнёрстве ориентирована на обмен, а тема сексуального возбуждения — это тема Марса. А почему Марс, а не Солнце? Солнце не связано с телом. Это наше глубинное сущностное сознание. Поэтому тема сексуальности для Солнца значения не имеет. Солнце связано больше с платонической любовью, с неземными, нематериальными темами, когда меня что-то вдохновляет и мотивирует. Почему же Марс всё-таки, а не Венера? Венера отвечает за материю. Не забывайте, что Марс и Венера — это одна палка о двух концах, это одна ось по эссенциям, по управлению. Поэтому Марс будет также отвечать за функцию материи, как и Венера, так как эти две планеты всегда взаимосвязаны, находятся на одной оси по эссенциям. Но Марс — это моё действие, а Венера — это результат. Поэтому в данном случае Марс будет отвечать за возбуждение тела. Аспекты к Венере от личных планет нам покажут инстинкты, привычки, моё я, которые влияют на партнёрство. Очень важно, если Луна в натальной карте имеет оппозицию или квадратуру к Венере, так как Луна — это крайне эмоциональная, крайне чувствительная точка. И если плюс к этому Луна поражена, квадратура или оппозиция, это будет саботировать отношения. Луна, квадратура, Венера. Как только отношения появляются, я становлюсь холодной, появляется тревога, я не могу заботиться о партнёре, не могу довериться, не могу открыться партнёру. Меня сопровождает постоянная тревога. Нет отношений, я их хочу. Отношения появляются, сразу всплывают сомнения, тревоги, неопределённость. Нету чувства безопасности. Оппозиция Луна в Венере работает задом наперёд. Вот с тем, кто мне нравится, всё разваливается. А с тем, на кого вообще не смотрела раньше, отношения могут как раз-таки складываться. Нам по оппозиции нужно поменять Луну на эссенцию Сатурна. Луну, который перебор в оппозиции, на эссенцию Сатурна. Мне нужно учиться ограничивать свою заботу, давать свободу партнёру. Так как по оппозиции Венеры Луна, всё, партнёр мой, я с ним сливаюсь. Вам нужно делать разграничения в партнёрстве. Венера, квадратура, Юпитер. Социальный сценарий. Критика в отношениях постоянно, всё время. Поиск изъянов или догматичность. Я не готова к этим отношениям. Я не могу. Мне не хватает эссенции Юпитера. Я не вижу широко образ партнёра, который мне нужен. Такая установка социальная здесь есть. Пусть партнёр сам меня найдёт. Я сам ничего делать не буду. Могут быть завышенные требования к партнёрству у человека, но при этом он сам этим требованиям не соответствует. Он не видит себя в роли партнёра в этих отношениях. Я хочу, чтобы партнёр это сделал. Вот это сделал. И то, и ещё, и другое. Чтобы он был вот таким, да, именно таким, по моим критериям. Но сам при этом я над собой работать не хочу. Сатурн — соединение Венеры. Это всегда социальная тема, которая говорит о том, что человек либо вообще не подпускает к себе партнёра. Я не могу долго запартнёриться ни с кем. Торчит страх всегда и везде. И этот страх очень социальный. То есть я боюсь не оправдать ожидания партнёра. Или особенно мужчин. Я боюсь, что я не готов ещё к отношениям. Мне нужны отношения серьёзные, постоянные и стабильные. Но я ещё не готов к ним. Или я не готов финансово, чтобы строить и поддерживать, обеспечивать семью. В плюсе отношения развиваются медленно. С этим аспектом Венеры соединения Сатурн. Медленно и поэтапно, но очень прочно и стабильно. То есть не могу подпустить быстро и сразу никого к себе. И не могу так же отпустить, когда партнёр уже со мной. Высшие планеты Уран и Плутон всегда дают некую нестандартность. Уран — это тема дистанции и анализа. Он выбивает привычные темы в отношениях. Мне нужно в любых отношениях при аспекте Венеры с Ураном учиться планировать и созерцать, наблюдать, не подпускать к себе близко человека. Если человек, ваш партнёр, некрасиво поступил с вами и отношения из-за этого портятся и стопорятся, то Уран, особенно его квадратура с Венерой, даёт эффект того, что я пытаюсь ускорить отношения, не даю им время вызреть. В квадратуре Венера-Уран большую роль играют микропроцессы. Человек вам сделал пакость мелкую. Вы с квадратурой Венера-Уран этого не заметили. Он сделал второй раз, третий раз. Вы этого продолжаете не замечать, так как вы не анализируете. У вас там своё солнце горит, куда проваливается Уран, да? У вас в отношениях слишком много личного видения вашего Я. Человек строит отношения, как он видит, как хочет, не замечая того, что происходит по факту. В оппозиции у нас перебор энергии Нептуна. Включается много страхов, сомнений. Я в отношениях то деревянный, то открытый и доверчивый. То я подозреваю и переживаю, то я наивный. Надумываю кучу иллюзий, я мнительный. Если в квадратуре Нептун, Венера, на нижнем полюсе, Нептун даёт только одну иллюзию, он меня любит и всё, всё ему прощается, то по Нептуну в оппозиции я полностью погряз в иллюзиях. Мне нужно все иллюзии отключить, убрать поиск глубинных смыслов в отношениях, отбросить глубокие эмоции и смотреть на факты. То есть Нептун поменять на Меркурий. По Нептуну вы слишком быстро очаровываетесь, а по Меркурию нужно задуматься, сразу задуматься, зачем и почему партнёр так себя ведёт. Венера, соединение Плутона. Для меня партнёрство равно контролю. Партнёр должен быть полностью моим. То есть накал для меня – это норма. А потом перепады идут. Плутон противоречит по эссенциям Венере и Луне. Плутон – это антиэссенция Венеры и Луны. С Плутоном невозможны бытовые темы, потому что мы живём спокойно, стабильно, создаём семью. Нет. По Плутону нужен драйв, эксперименты в любви, новый опыт. Причём не только сексуальный, опыт вообще, новый опыт вообще. В принципе, чем больше накала в отношениях, тем лучше. Для меня важно, чтобы партнёр меня добивался, и чтобы я тоже его добивался, чтобы постоянно была тема гонки, условно конкуренция с друг другом, чтобы была. По Солнцу идёт потребность внутренняя. Солнце – это образ папы, это отцовский архетип. Поэтому образ папы проецируется на образ всех качеств в мужчине, которые я хочу увидеть для будущего отца своих детей. Марс – это предпочтение в таком плане физиологическом. Кстати, для женщин, любимые актёры, мужчины, по такому собирательному образу их персонажей, это и есть марсианская история. И все любовные романы описывают только две планеты – Венеру и Марс. В таких романах нету Луны и Солнца. Поражённая Луна будет давать две истории. Первый вариант – это излишний контроль семьи. Я контролирую всех. Я лучше знаю, что нужно моим членам семьи, моим близким, что им больше нужно. Я это знаю. И сам человек чаще всего двигается в это направление из лучших побуждений. Второй пункт – это отрицание родительской семьи. Луна поражена, она отрицает саму себя. Я отрицаю образ семьи, который был у моих родителей. Поражённая Луна этими лечится при миграциях, что я символически отказываюсь от всех проекций. А 12-й дом – это соединение всех проекций. Я вас отсылаю к мастер-классу «Водные дома». А проекции Луны – это семья, это дом, это родина, это страна. И по ним идёт символический отказ. Это не говорит о том, что я не общаюсь с родителями, что я от них отказываюсь. Но, тем не менее, я их держу на расстоянии или строю свою жизнь по совершенно противоположному сценарию от родительского. Насколько вся карта будет проваливаться в нижние полюса, это зависит от работы Солнца. Так как Солнце – это осознанность. Это быть здесь и сейчас, в моменте. Это понимание того, что ты делаешь и для чего. Это нахождение в моменте. Это понимание зачем и почему. Когда я вижу начало и конец, альфу и омегу, как говорили древние. Что вверху, то и внизу. Это когда моё сознание видит ситуацию, её воспринимает через глубинное внутреннее понимание, а не через ум. Это когда я сливаю ситуацию и вижу её со всех сторон. Но это не контроль над своими эмоциями, так как контроль – это Сатурн. А Сатурн противостоит Солнцу. И он даёт псевдоосознанность при контроле. Маленькое замечание. Если Солнце находится на араху, то есть в соединении с верхним, с восходящим северно-лунным узлом, то задача человека в данном воплощении – это прийти к полному осознанию себя, к своему глубинному Я. Это такой редкий момент, редкий параметр в натальной карте, когда изначально осознанность у человека выключена. И карта вдобавок будет ещё кричать дополнительными моментами, первым домом, выраженным Плутоном, что вы пришли в этот мир ради себя, что вам нужно постичь себя, своё Я, раскрыть своё сознание и ничего другого больше. Ни дети, ни семья, ни браки, ни карьера. Постичь себя будет главной темой вашей натальной карты, вашей жизни, вашего воплощения. И ваша натальная карта будет концентрировать всё ваше внимание на ваших собственных интересах и на вашей личности. Продолжение следует...